Добрый день, уважаемые коллеги! Я вот тут завороженно наблюдаю количество людей, которое пришло к нам сегодня на вебинар. Ну что ж, давайте мы его начнем. Я скажу пару слов, как всегда, и после этого передам слово Татьяне, которая будет вести сегодня, Татьяне Телегиной, которая будет вести сегодня вебинар. Вас сегодня так много, что даже я не могу сказать, что в начале чата находятся важные две ссылки. Мне придется их скопировать, потому что они уже ушли за чат. То есть чат не всю информацию содержит с самого начала. Я прошу прощения, давайте я сейчас перекопирую это все. Вот теперь эта информация находится там, где надо. Итак, две ссылки, которые нас всех интересуют. Первая из них – это ссылка на все наши расписания. Это наш сайт Директ Академия.ру. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все текущие и будущие вебинары вплоть до июня 2018 года. И вторая ссылка – это ссылка на запись. Запись этого вебинара будет размещена на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал. И там вы можете видеть уже почти 200 записей наших вебинаров, которые прошли до того. Я хотел бы вам представить два следующих вебинара, которые у нас будут. Вот они. В понедельник, 27-го числа, Юрий Николаевич Белоножкин проведет вебинар «Психология, онлайн-заимодействие и онлайн-обучение». И до 28-го, во вторник, у нас будет искусствоведческий вебинар. Историк, искусство и искусствовед Софья Богдасарова проведет вебинар «Почему античные статуи обычные». «Обнажены» или про то, как греческий идеал красоты повлиял на мировое искусство. Я думаю, будет очень интересно. Приходите. Ну и туда, и туда, и туда приходите. Будут интересные вебинары. Ну что ж, остается мне сказать, что все присутствующие здесь получат бесплатные именные электронные сертификаты. И еще одна просьба перед тем, как передать слово Татьяне. Сегодня нас здесь достаточно много. Мы недавно расширили размер нашей вебинарной комнаты до 200 участников. Поэтому ожидается большая активность в чате. Огромная просьба. Вопросы писать во вкладку «Вопросы». Потому что иначе Татьяне будет трудно находить вопросы среди, внутри чата. Ну а реплики можно писать прямо в чат. Да. Ну и, соответственно, не вопросы в «Вопросы не писать». А вот, коллеги, у меня все. Я тогда передаю слово Татьяне для проведения сегодняшнего вебинара. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада, рада видеть сегодня такое количество людей. Да, 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 так же, как Павел Юрьевич. Немножко со страхом и завороженно слежу за цифрой в графе «Участники». Значит, коллеги, сразу по вопросам и с регламентом разберемся и пойдем уже дальше по вебинару. Значит, первое, первое, ответ на первый вопрос, который у нас здесь вижу в чате. По-моему, уже не один раз он прозвучал. Будет ли презентация в общем доступе? Коллеги, ну, давайте так, сначала посмотрим, насколько это нужно и необходимо. Я понимаю, что те, кто ходят на мои вебинары, уже привыкли, что там много какой-то полезной информации, много каких-то ссылок и всего прочего. Сегодня мы немножко в другом формате поработаем. Поэтому, пожалуйста, давайте так, до конца вебинара вы просто посмотрите, нужна ли вам эта презентация. И в конце я вам дам... Спасибо, Юлия Борисовна. И в конце я вам дам ссылочку на группу. Я думаю, что мы продолжим работу в той же группе, которая у нас уже была создана. Мы ее создавали для авторов, публикации, статей, для работы с текстами. Ну, я думаю, что мы там же и по другим темам наших вебинаров тоже сможем продолжить наше взаимодействие. Поэтому, если нужно будет, я вам просто в группу тогда ссылочку дам и презентацию там выложу. Да, потому что здесь, ну, честно говоря, я сегодня ее создавала с целью такой подстраховки на всякие случаи, потому что сегодня у меня такой волнительный день. Попробую работать с показом рабочего стола, то, чего я раньше очень-очень редко делала. То есть, ну, сегодня тема у нас такая, что делать... Либо делать 500 скриншотов на каждый шаг, да, либо легче открыть и показать, как на месте. На такую рекогносцировку провести на местности. Как оно работает и дать вам возможность там поработать. Поэтому, ну, давайте до конца посмотрим. Если нужна будет презентация, пожалуйста, не вопрос, я вам дам ссылочку и в группу ее выложу. Значит, по характеру работы. Значит, все ссылки полезные, которые будут, я их вам также в чат буду давать. Буду давать возможность самим полазить по этим ресурсам, посмотреть. И время тоже будет. Все-таки это такая тема сервиса ресурсы. Это надо самим пробовать ручками. И наибольший результат здесь получается именно тогда, когда мы сами попробовали и решили, подходит нам этот ресурс или нет. Буду я им пользоваться или нет. И такую возможность я вам сегодня дам. Ну, и в дальнейшем тоже. Вот. Поэтому немножко так волнуюсь с показом рабочего стола. Ну, думаю, что у нас все сегодня получится. Итак, коллеги, маленький технический момент. Давайте проверим. Поставьте, пожалуйста, три плюсика в чате, если хорошо видно, слышно и видно рабочий стол. Спасибо. Спасибо. Отлично. Сейчас сделаем еще одно. Еще. Сейчас попробуем сделать еще одно действие. Я попробую запустить показ рабочего стола. И попрошу вас поставить один плюсик уже, если получится. Сейчас пока подождем. Если у вас появилось на экране изображение вот такой инфографики движущейся, если видно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Отлично. Отлично. Останавливаю показ. Все, вроде бы заработало. Спасибо, большие коллеги, за активность. И тогда мы с вами начинаем. Ага. Так. Еще отвлекусь на один момент. У кого-то из участников не работает чат. Не могу поставить плюсы. Светлана Андреевна. Выходите, попробуйте выйти из вкладки вопрос, перейти в общую. Да. Ага. Отлично. Все заработало. Спасибо. Все решилось. Да, Ольга Викторовна, совершенно верно. Титульный слайд. Все правильно. Итак, ну тогда поехали. Значит, ну скорее тему сегодняшней встречи по-хорошему надо было бы немножечко по-другому назвать. Мы не будем говорить, и я себе такой цели сегодня не ставила, говорить о каких-то психологических особенностях, воздействии, визуализированной информации, влиянии ее на вовлечение, удержание внимания. Скорее, я свою задачу видела в том, чтобы рассмотреть те ресурсы и сервисы, которые нам помогают достигать этих целей, решать свои задачи, которые мы перед собой ставим, работая над созданием электронного курса, а может быть и презентацией, там где есть необходимость работы с фотографиями, картинками, таблицами, схемами, диаграммами и прочим. Ну и в публикациях, это тоже в книгах, когда готовим к печати, это тоже бывает необходимо. Поэтому здесь скорее речь идет, я вот сейчас смотрю на титульный слайд, наверное, стоило бы назвать «Визуализация, обзор сервисов и ресурсов, которые работают». Почему именно так, а почему именно эта тема? Не знаю, как вы, а мне очень часто, например, где-то в социальных сетях, в ленте от друзей, пока еще не друзей, очень часто вижу разные посты и репосты, ссылок на примерно следующего содержания. 25 ресурсов для визуализации данных, 85 инструментов для создания инфографики, 90 инструментов для визуализации, 200, по-моему, больше всего меня шокировало, 258 бесплатных ресурсов для преподавателя, помогающих создавать визуализацию. Ух, честно говоря, меня это несколько озадачивало. Сначала я честно пыталась эти обзоры читать, смотреть, ну там два момента, которые меня сразу так несколько настораживают. Во-первых, много текста, ссылки где-то там в конце, во-первых, дать подробное описание, сравнение, критерии, характеристики на все 250 или 140 ресурсов. Это достаточно серьезная аналитическая работа и чаще всего ограничивается рассмотрением одного-двух инструментов из каждой категории для интеллект-карт, для инфографики, для работы с фотографиями, редакторы, конструкторы. А все остальное дается просто списком. Ну, хорошо, пусть так, даже это можно согласиться на это, но, как правило, из этих 80, 90, 140 ссылок полезных в обзорах, где-то одна треть оказывается на поверку битой, либо уже не работающими, не действующими. И, соответственно, мы начинаем огорчаться и высказывать претензии в адрес авторов обзоров, хотя в этом не их вина, их беда. Я их здесь прекрасно понимаю. Да, сначала тоже испытываю негативные эмоции, потом понимаю, в чем дело, и как-то мне даже немножко становится жалко. Все уследить невозможно, и за всеми 250-140 ресурсов каждый раз проверять работоспособность этих ссылок, и есть ли вообще этот ресурс, жив ли он еще, это просто физически невозможно. Человек написал этот обзор, а может быть, 2-3 года назад, тогда это было замечательно, сегодня они уже могут, да, сайты уже могут просто не существовать. И еще один момент, значит, первый вопрос, существует ли такой сайт, и есть ли такой инструмент, работает ли он. И следующий момент, на котором очень часто проскакиваешь, да, дается реклама ресурсов как бесплатных, там 68 бесплатных ресурсов, из которых примерно половина оказывается платными и очень хорошо платными, а из оставшейся половины, где-то еще половина или одна треть условно платными. Вот я для себя ввела такое определение условно платные ресурсы, то есть есть бесплатный какой-то контент, есть бесплатный инструментарий, которым можно пользоваться, но не весь, да, то есть не весь комплекс можно задействовать, и за что-то требуется платить деньги. То есть это, скорее того, условно бесплатный ресурс, но, опять же, они отличаются по качеству, по набору этих инструментов, что там где-то этого вполне достаточно бесплатного, где-то совсем нет. Да, и понятно, что это все делается с целью получения прибыли, но оплатить не всегда есть возможность, не то что желание, а возможность, да. Поэтому те ресурсы, о которых мы сегодня будем говорить, это те ресурсы, которые, скажем так, относятся к разряду, большинство из них относятся к разряду так называемых условно платных ресурсов. То есть есть хороший бесплатный набор инструментов, которого для работы преподавателя вполне достаточно. Ну, а остальное уже дело желания, вкуса и возможностей. И поэтому чисто бесплатными я их называть не буду, но они в основном онлайновые. И то, что преподавателю легко просто быстро использовать в своей деятельности, это еще один критерий, по которому я этот отбор ресурсов проводил. Ну, и в конце концов, это те ресурсы, которыми сама пользуюсь, именно поэтому я их вам и показываю. Что-то из этого вам, возможно, уже знакомо, вы с этим работаете, может быть, не все. Ну, поделимся опытом, что понравилось, что не понравилось. Ну, а что-то, может быть, еще не знакомо, можно будет взять на вооружение. Итак, первый ресурс, о котором хотелось бы сказать, это канва. Коллеги, поставьте, пожалуйста, сейчас не в вопросы, а в общий чатик поставьте, пожалуйста, плюсики, кто с канвоей работает. Вот с этим ресурсом. Лариса Ивановна, плюс-минус. Ага. Да, многим знакомо, хотя благотип названия на слайде показали. Виктория Сергеевна, сейчас я вам покажу его вообще полностью. Ага, проба была. Да, кто-то работает, кто-то нет, у кого-то была проба. Ну, вот давайте сейчас мы в него зайдем и посмотрим. Пробовала. Вот уже несколько человек, говорят, что пробовали, но, да, ну, видимо, либо не пошло дальше, либо что-то не получилось. Значит, то ссылочка, ссылочка в чат, да, я вам дам ее. Значит, вот ссылочка на этот ресурс. И давайте я вам его просто поближе постараюсь показать через рабочий стол, как оно работает вживую. Так, вот, вот, вот такой ресурсик. Спрашивали у нас логотипчик, вот он внизу. Ну, вот. Канва, что она позволяет сделать? Позволяет сделать очень многое, да, она позволяет нам работать с дизайном, создавать много чего, начиная от открыток, заканчивая инфографикой, документы, слайды презентаций, плакаты, открытки, фотоколлажи. То есть здесь много обложки для журналов, для книг, страницы. То есть здесь много чего есть. Выбрать достаточно богатый набор возможностей и достаточно много шаблонов, которые можно использовать. Значит, здесь можно идти несколькими путями. Мы выбираем то, что мы хотим создать вот из предлагаемого списка. Да, вот различное оформление социальных сетей, да, ну, тоже может пригодиться, если у нас, если мы работаем с социальными сетями, и у нас это имеется. Да, ну, вот, например, мы хотим создать фотоколлаж. Так, сейчас посмотрю, что у нас творится в чате. Какие преимущества перед другими похожими программами, платформами? Сейчас покажу. Значит, что у них, что у них хорошо. Мы можем выбирать большое количество шаблонов, большое количество разнообразных вот этих вот примеров, которые мы можем использовать уже готовых. Да, шаблоны, которые мы можем использовать для создания собственных коллажей. Можно выбрать на собственный вкус. И вот здесь, где слева идет библиотека этих шаблонов, самое главное, внимательно обращайте внимание, внимательно смотрите, чтобы это были с пометочкой «Фри». Вот здесь, в правом нижнем уголке, они обычно в самом начале идут, но и в конце вот этой большой длинной ленты они могут тоже попадаться, да, бесплатные шаблоны. Там, где нет, вот он, белый, белый значок, справа у каждого шаблона, если есть фриз, мело берем и используем. Если нет, это, значит, шаблон платный, их здесь достаточно, тоже достаточно много. Он у вас попросит деньги, и вашу работу он просто вам не даст сохранить. Преимущество – вот наличие большого количества в большой библиотеке вот этих различных бесплатностей. Второе – элементы. Можно дополнять, можно вставлять свои фотографии. Вот здесь есть возможность загружать, кстати, свои фотографии и из них создавать коллажи на основании тех шаблонов, которые мы выбрали. Выбрали, можно создавать, заменяя существующие фотографии своими, можно создавать свою структуру, да, выбирать из предлагаемых пустую. И здесь есть и фотографии, здесь есть различные вот эти значки, можно рисовать линии, шрифты для текста. То есть здесь много чего можно создать, и очень большое количество именно бесплатных инструментов. Это, конечно, очень здорово, то, что есть здесь. Второе – по загрузке. Да, загружать можно в нескольких, опять же, преимущества, загружать можно в нескольких форматах. JPEG, PNG и PDF, либо PDF-стандарт, либо вывод на распечатку, да, PDF-print для печати. Здесь мы можем выбирать любой, да, и загружать нужный вариант в том формате, который мы выбрали. Это тоже не во всех ресурсах, кстати, если говорить о бесплатной части, присутствует. Да, вот в Изли, при работе с инфографикой, там у них ограничения по скачиванию и по формату. То есть PDF не дает, PDF не дает скачать. Что можно создать с помощью вот этого ресурса? Сейчас остановлю пока с рабочего стола. Что-то красиво, интересно, скачать не можешь, платить надо. Ромяной Гайковна, если вы создаёте, в конве есть несколько моментов, да. Первое, если вы зарегистрировались там и создаёте, используя только бесплатные инструменты и шаблоны, скачать можно. Если вы взяли платный шаблон, если вы взяли платные какие-то элементы, да, то он их вам скачать не даст. Вот это да, он будет просить обновиться, заплатить, трафик и так далее. Из минусов, это из плюсов. Из минусов, не расстифицирован. Да, интерфейс понятный. Есть возможность, кстати, командной работы. До 10 человек на бесплатном тарифе можно на одну работу присоединять и работать совместно над каким-то изображением, над каким-то коллажом и организовать такую групповую работу. Но до 10 человек. Значит, что можно сделать? Ну, вот, например, коллаж. Это мой такой небольшой коллаж, который в одном из тестов использую. И это второй, это было сделано буквально первый за 5 минут, второй за где-то 4-4,5 минуты. То есть я брала готовые шаблоны, вот те самые фри, и просто использовала свои изображения, свой текст, свой шрифт. Достаточно быстро. Вот это вот был у нас слайд в прошлом году на одном из вебинаров. Он у нас был таким одним из титульных слайдов одного из разделов вебинара. На что стоит еще один маленький нюанс, который есть в канве, с которым столкнулся буквально недавно. Вот, пожалуйста, вот такая вот вещь. Пробовала открывать канву через Яндекс.Браузер. Сейчас у меня открыт на Мозиле. Там все нормально. Открывала на Яндекс.Браузере, и он меня автоматически перевел в сайт на русский язык. Поэтому, когда я загружала шаблон обложки, например, книги, он его автоматически начинал как-то переводить на русский язык, но как-то очень странно. И получилась вот такая вот ерунда, как слева. Забавные фразы, конечно, но когда я пыталась вводить еще русским шрифтом по переведенному, поменять название, поменять текст, он мне выдавал такую же ерунду, причем писал эти слова почему-то сзаду наоборот. Да, то есть либо отключать функцию автоперевода в браузере, либо вот я вот сейчас открыл через Мозилу, там все нормально, ничего не, таких случайностей не происходит. Еще один момент. Русский текст набирать можно. Вот я справа вам показала, взяла обложку книжки с английским текстом на английском языке и перевела его на, заменила своим русскоязычным текстом в русской раскладке, но без автоперевода страниц сайта. Вот за этим здесь приходится следить, иначе получается такая забавная ерунда. Вот пример инфографики, который мы тоже делали в конве со студентами. Первый – это алгоритм жестко-гибкого планирования дня, это такой краткий конспект занятия, и второй они делали уже сами для себя, такие вот краткие конспекты по двум темам наших лекций. Ушло у них где-то, взяли готовые, опять же, готовые шаблоны, да, картинки во втором случае они меняли, в первом случае они их просто убрали, обошлись без картинок, вставили свои из конспектов. А здесь они просто взяли те же самые элементы в качестве картинок, эти машинки, часы и прочее, то, что предлагалось уже в стандартном наборе. Поэтому в конве важно следить, чтобы брать только фри, обязательно зарегистрироваться, только после этого он даст вам возможность скачивать. Если вы заходите без регистрации, то скачать может действительно не получиться. Если вы берете платные шаблоны, то он вам это тоже может не позволить. Поэтому на это сразу обращайте внимание. Ну вот есть плюс, есть минус. Не под все задачи подходят, что-то мы для себя там найти не всегда можем, и инфографика, например, у них зачастую такого простого вида. Еще один ресурс, с помощью которого можно создавать разные виды инфографики. Излим. Так, сейчас я его тоже вам покажу вживую. Здесь большое количество... Давайте пока ссылочку в чат вам скину. полезную. Это ресурс, который... Вот он. Если появилось, пожалуйста, плюсик в чат поставьте. Должен появиться. Это ресурс, который... Сейчас поставлю показ оригинала. Ресурс, который работает исключительно на создании инфографики. То есть если у вас стоит вопрос не картинку к Новому году, не калаш фото сделать, не обложку для странички нашей группы в Фейсбуке, да, вот, пожалуйста, только одна инфографика, то, пожалуйста, вот если к вашим услугам. Языки здесь, да, разные. Чего тут нет? Тут нет русского языка. Поэтому, если здесь не сильно в английском, то вот функция автоперевода нам в помощь. Таких косяков, как в конве с автопереводом сайта на русский, здесь не возникало. Пробовала я здесь работать, да, но вот сохранение ваших работ здесь есть, которые вы создаете. И огромное количество различных вариантов инфографики уже готовых, которые можно брать, готовых шаблонов. Вот это бесплатные шаблоны идут. То есть здесь спокойно можно брать и работать, создавать на их основе свои шаблоны, да, свою инфографику. Менять можно все, можно менять картинки, можно менять текст, можно менять фотографии, вставлять, удалять. То есть, пожалуйста, с этим шаблоном можно делать все, что угодно, хоть переделать его заново, менять фон. Все это доступно, да. Что для этого нужно? Просто по выбранному шаблону кликаем мышью, попадаем на страничку редактора, и можно спокойно с ним работать. Да, вот здесь вот выскакивает такая сразу, тоже очень осторожно, пожалуйста, коллеги, здесь выскакивает сразу вот такая вот зеленая угрожающая надпись, требующая с нас 3 доллара, да, ее просто закрывайте и все. Это касается платных элементов. Вот здесь в шаблонах, вот здесь в объектах, которые можно добавлять на свою страничку, да, есть платные, есть бесплатные элементы, поэтому, значит, вот на GoPro не нажимайте, если вы не собираетесь чего-то покупать и повышать себе тариф, да. Что удобно здесь в объектах, они разделены по группам, да, по категориям, можно выбрать нужную, можно открыть все. Да, ну вот, вот открываем, вот он их начинает нам показывать. Здесь не очень много бесплатных вот этих объектов, которые можно добавить, но они все-таки есть, да, здесь агрикультур, да, вот он их и начинает показывать, все, что есть бесплатно вам. На самом деле не очень много, поэтому здесь вот эта вот надпись, она и висит, но тем не менее выбрать что-то можно. Есть вот эта вот хорошая кнопочка загрузка своих файлов, вы можете загрузить, убрать то, что вам не нравится здесь, загрузить, во-первых, поработать с этими элементами, во-вторых, загрузить свои изображения, тексты, надписи, логотипы и прочее, да, и уже работать с ними, оставить схему, а картинки поменять, например, на свои. Работа с текстом, ну, достаточно простой. Функция рисования, вставка графиков, схем, диаграмм, тоже не очень много, но они есть. Ну, вот достаточно просто, интуитивно понятный интерфейс, которым можно пользоваться. Из недостатков, что здесь есть? Он позволяет скачивать только, вот в отличие от CanV, там можно и в JPEG, и в PNG, да, здесь он позволяет скачать только в одном видео. Вот это вот самое низкое качество. Вот видите, я ничем не нажала кнопочку, он мне его уже закачал. Если вы выбираете, хотите получить картиночку высокого качества, вот он начинает у меня требовать, хорошо, давай, загрузимся. Если вы хотите более высокого качества, либо в формате PDF, да, вот все остальные форматы, только за деньги, это уже платно. Он просит вас оплатить и повысить свой тариф. На это, пожалуйста, обращайте внимание. Что здесь есть еще хорошего? Так, вот сюда у меня, попробую уменьшить масштаб экрана. Вот есть работа с масштабом и вот эти вот две волшебные кнопочки отмены действия, да, отменить или повторить действия. Вот в CanV я их, честно говоря, не нашла. Если кто-то с CanV очень хорошо работает, подскажите, пожалуйста, где они прячутся. Потому что бывает такая ситуация, это еще из недостатков CanV, что мне там немножко очень сильно не нравится. Когда нужно отменить предыдущие действия, ты понимаешь, что сделал что-то не так, не то. Проблема. По крайней мере, раньше было точно. Поэтому я ей пользуюсь, но не настолько активно, насколько хотелось бы, вот именно из-за того, что нет этой возможности исправить действие. Здесь оно есть. Для меня это большая радость. Ну и вот такой ресурс, с помощью которого можем создавать и работать с инфографикой. Да, ну и созданную инфографику, он у вас здесь, ваша работа, он сохраняет. С ними тоже можно возвращаться, доделывать, переделывать, скачивать себе на компьютер. Это тоже для меня, например, очень важно, чтобы была возможность скачивания. Ну, опять же, только один тип представления информации, только инфографика. По преимуществам большое количество готовых шаблонов, Виктория Сергеевна, вот в Изле, это я уже сказала, наличие вот этих кнопочек, более удобно управлять, есть категории, по которым можно выбрать нужный тип инфографики. Ну и достаточно быстро можно создавать свои работы, возвращаться к нему, редактировать, ну, в принципе, это есть и в конве, но именно вот то, что она заточена под инфографику, здесь гораздо больше выбор, чем в той же конве именно этого типа ресурсов. Ну вот, у меня студенты делали такой, Павел Юрьевич, не кидайте нас, пожалуйста, тапками за слово таймлайн. Конечно, можете сказать, что это совсем не таймлайн, но вот так мы пытались разобраться с историческими этапами в развитии отечественного тайм-менеджмента. Поэтому выбрали, выбрали вот, ну и заодно осваивали этот ресурс, то есть это у меня делали студенты-первокурсники. Ну вот, что получилось, то получилось, да, это может быть не идеал, это далеко не идеал, конечно, но вот, пожалуйста, вставка картинок мы освоили. Да, еще один из нюансов, которые есть в Изли, нет работы со слоями. Да, то есть вот мы вставили сначала одну картинку, она ушла у нас назад, потом вторую она наложилась вверх, потом мы их хотели поменять местами, и у нас вот это вот не получилось, и приходится опять отменять действия, теперь вставлять заново. Вот почему-то там мы немножко заблудились вот с этим, с картинками, и, честно говоря, не знаем, как с этим делать. Но потом ребята просто сделали, они писали, какие картинки они хотят вставить, и куда, и что поверх чего, или под чем должно находиться, и в этом порядке их вставляли. то есть нашли решение вопроса, да, ну, зато научились планировать создание визуализации, да, и прописывать сначала на листочке. Ну, вот этот вот нюанс там тоже присутствует, да, ну, вот в принципе, в принципе вот эти таблички, оранжевые вот эти штучки, это мы взяли из шаблона, картинки уже просто поменяли, добавили свои. Ну, легко копировать, легко перемещать местами, и по отдельным элементам, и целую группу элементов можно выделять, и переставлять. То есть работать достаточно просто, достаточно легко с этим инструментом, но, опять же, только под один тип, только под инфографику. Покажу вам еще один редактор, который недавно спас нам мероприятие. Это мы говорили сейчас о конструкторах, да, те конструкторы, которые помогают нам создавать визуализацию. Сейчас я вам покажу один редактор. Если кто-то с ним работает, поставьте, пожалуйста, значки, ссылку я вам дам, но это ссылка, в отличие от бесплатных или... Угу. О, отлично. Есть у нас люди, которые работают. Далина Александровна, извиняю. Значит, вот эта вот ссылка на скачивание, это отхожу от принципа онлайна, где ничего скачивать не надо, ни канву, ни изли, ни остальные инструменты скачивать не нужно, а вот Paint.net нужно устанавливать к себе. Да, ссылку на скачивание я вам на всякий случай дала, можно ей пользоваться. Очень-очень-очень удобный редактор, позволяет работать вот то, чего нет в конструкторах. Не во всех конструкторах есть возможность работать со слоями, да. Ну, похоже на Photoshop, но мне показалось, что здесь более простой вариант. Та же самая панелька инструментов, тоже можно перемещать объекты, работать со слоями, создавать слои. Только здесь это мне показалось гораздо проще, чем в том же Photoshop. Инструменты похожи, те же штампы, волшебные палочки, выделение, да, тексты поверх экрана, поверх изображения. И достаточно большие возможности, но работать мне показалось, что с Paint.net гораздо проще, чем с тем же Photoshop, например. Есть история, журнал истории. Вот все возможности. Я вам здесь вот, скрин, вам выйти, скриншот вывела сюда на слайд специально, да. Не знаю, будем ли открывать, наверное, может быть, пройдем мимо. Да, не будем открывать вживую. Вопрос, можно ли там работать со слоями? Да, можно. Вот это удобно. Да, вот здесь у меня на картиночке, на слайде, если видите, сама картиночка – это фон, да, а вот текст, текст. Я создала отдельный слой и работаю с этим текстом. Я могу его двигать, я могу его по-разному располагать, да, и он уже становится таким объектом воздействия, да, с которым я могу что хочу, то и делаю. А, сейчас я вам покажу. Знаете, какое там преимущество есть? Там есть шикарные преимущества, примеры текстов. Вот. В PaintNet мне понравилось, знаете чего, создавать, вот в прошлом году мы еще на вебинарах попробовали, создавать различные грамоты, дипломы, сертификаты, когда разные кусочки текста, вставляемую информацию, просто делаем. Ну, а те участники, которые у нас, может быть, на прошлых вебинарах в прошлом году у нас были, наверное, помню, да, было такое, мы выдавали после каждого вебинара, проводились Юрий Николаевичем Белоножкиным, совместные вебинары, и выдавали сертификаты, грамоты, там, какие-то дипломы. У нас было, помню, одно время там куча номинаций за самый интересный вопрос, за активность в чате, там, еще что-то. И, конечно, ну, очень быстро нужно было готовить такой основательный массив вот этих выдаваемых грамот, дипломов и сертификатов, и PaintNet позволяет это очень быстро делать, да. Если отдельный текст вводить разными слоями, то потом просто замену очень быстро, быстро производить, и как-то это мне, я пробовала в фотошопе делать, мне, честно говоря, не очень понравилось, это было очень долго. А здесь все очень быстро. Просто, быстро, да, и в большом количестве это все очень легко реализуется. Есть ли там эффект красных глаз? Геннадий Васильевич, если вас интересует, есть ли в PaintNet возможность удаления эффекта красных глаз, то есть, да. То есть, работать с фотографиями он тоже позволяет делать. Но мне понравилась вот эта вот скорость, и последнее, мы готовили благодарственное письмо, нужно было сделать срочно, спикер уже был в дороге, и буквально вот за 4 минуты нам, самое главное, подготовить текст заранее, да. Буквально 4 минуты ушло от момента включения в PaintNet и до распечатки сертификата. То есть, достаточно, хотя там текст был такой основательный. Достаточно просто, быстро, хороший редактор, очень удобный, очень много возможностей работы с фотографиями и про тексты. Вот, у него есть преимущества. По сравнению, например, с тем же фотошопом. Когда вы выбираете шрифт и, работая с текстом, вот здесь есть, когда работаем с текстом, появляется вот этот выбор шрифта, да, поле, выпадающий список. И в этом выпадающем списке там не просто название шрифтов, но и рядом приводится текст, пример текста, напечатанного этим шрифтом. Да, вы можете сказать, что в фотошопе то же самое, да, название шрифта пишется в соответствующем виде. Но одно дело, это одно, два слова, а другое дело, посмотреть, как это будет смотреться в большом массиве текста, когда там в большой фразе, да, вот насколько наше представление, подходит этот шрифт или нет, соответствует реалиям, да, чтобы не вести весь текст, а потом понять, что, ой, это чего-то не то, хотя одно слово казалось очень красиво написано, а весь текст не смотрится. Здесь есть эта возможность увидеть, да, заранее еще на этапе выбора шрифта. Вот это вот, конечно, очень здорово. Еще один абсолютно простой фоторедактор, я вам сейчас покажу, который позволяет, это самая упрощенная версия работы с фотографиями, которая мне встречалась, которая позволяет очень быстро исходное изображение, да, превратить во что угодно, буквально за считанные секунды, если не минуты. Ну, вот, пожалуйста, вот верхнее, левое изображение цветочка, это исходная фотография, все остальное, это было сделано, ну, менее чем за пять минут. Ну, да, десять, каюсь, был еще элемент чаепития, да, половина времени на это ушла. Вот такой вот простой абсолютно фоторедактор, который не требует от нас каких-то особых познаний, так, сейчас я посмотрю, но позволяет очень здорово создавать вот такие вот красивости, да, эффекты, использовать рамки и прочее. Сейчас я его вам покажу, и после этого дам вам на него ссылочку, и вы сможете сами на себе попробовать и посмотреть, насколько это действительно легко, просто и быстро. Так, запускаю рабочий стол и показываю вам эту, эту волшебность. На самом деле, очень простая штука, очень простой ресурс. Так, вот теперь посмотрите, появилась у вас. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если у вас появился экран. Так, сейчас посмотрю. Ага, пошло, отлично. А вот теперь смотрите, насколько эта штука простая. Почему говорю «штука»? Это привычка отрезовских времен. Вот этот вот пиксел-роматик я с утра, честно говоря, и даже в первой половине дня до вечера вряд ли выговариваю. Да, поэтому для меня это фотоштука. С веб-камерой, честно говорю, не пробовала. Меня больше интересовали фотографии. Он просит у нас загрузить какую-нибудь фотографию, с которой он будет работать. Ну вот, пускай будет вот это. Мы загружаем фотографию со своего компьютера. Есть возможность загрузить. Вот мы ее загрузили, все. Теперь мы с ней можем работать. Как работать? Очень просто. Вот посмотрите, внизу, да, вот это вот колесико, три зоны, желтая, синяя, красная. И вот здесь у нас такая маленькая рамочка, и вот тянется лента. Это фильтр. Вот мы в красной зоне находятся фильтры, в синей зоне находятся эффекты, и в желтой зоне находятся рамочки и сама текстура бумаги. Работается очень просто. Цепляем и потащили эти фильтры через рамочку. Помните слайды в детстве или диафильмы? Вот примерно так. Так, вот там, где у нас какой кадр останавливается в рамочке, он нам показывает, как будет выглядеть наше изображение. Да, можно так, можно так. Все, поигрались мы с фильтрами, решили, что вот это вот мы оставим. Теперь можно добавить эффекты. То же самое. Цепляем и через окошко потянули. Понравился нам этот эффект? Оставляем. Да, не понравился? Идем дальше. Ну, вот пусть будет вот так. И то же самое с бумагой. Там можно старую фотографию сделать. Как угодно. Ну, вот пусть будет вот так. Все. Мы поработали. Нажимаем Save и скачиваем ее к себе на компьютер. Он просит просто ввести какое-то название этой фотографии, кнопочку дальше. и все. Вот она у нас в ту папочку, откуда бралась фотография, он сохраняет. Если нужно поменять, то вводим нужную папочку. Дальше. Следующая фотография. Можно вернуться обратно, работать с этой фотографией. Можно заменить фотографию. Начать заново, поменять фотографию и работать уже не с ней, а с какой-то другой. Если своих фотографий нет, вот можно выбрать здесь, что мне еще понравилось в этом ресурсе, они дают возможность. Здесь, во-первых, регистрироваться ничего не надо. Вы видели, да, я зашла, я даже не регистрировала. Здесь я просто сделала и к себе скачала. Вот у них тут есть набор, правда, кое-каких, но все-таки фотографии, картинок, если у вас нет своей, можно зайти, попробовать, поработать с тем, что они предлагают, а потом уже вставлять свое. Вот такая вот простая, абсолютная вещь, но позволяет очень быстро создать различные варианты, например, одного и того же изображения, выбрать лучшее, и буквально минуты, три зоны, а дальше крутим. Если нам не хватает предлагаемых вариантов вот здесь, вот эти вот фильтры, то можно нажать кнопочку «Мор» и выбрать, вот дополнительные эффекты, дополнительные подсветки, фильтры, вот эти вот подсветки, эффекты и рамки. Но опять же, имейте в виду, что здесь не все, не всегда сработают вот из этого набора. Вот этот фильтр у меня, например, не сработал. На изображении вот этой вот размытости у меня не получилось. Да, оно более четко, более явно. вышло. Да, ну вот здесь, видите, стоит значок, вот, звездочка, да, и то, что вот отсюда мы берем с этим значком, звездочкой, оно, оно может не срабатывать. Поэтому здесь тоже есть ограничения. А нет, вообще должен сработать, должен сработать, они здесь стоят в руку. Да, ну вот почему-то вот этот не сработал. Вот этот сработал, который я тоже брала из дополнительного списка, а вот этот не сработал. Ну, может быть, технические какие-то, не вязкие, всякое может быть. Но вот то, что есть здесь, я перепробовала почти все, работает, работает идеально, и самое главное быстро. Итак, коллеги, ссылку на этот ресурсик я вам даю. Сейчас он. Вот он. Чтобы задресные строки не переписывать ручками. Вот он, простой, рабочий, работающий, нет, Pixlr.com, да, ну, сразу ссылочка на этот инструмент. Можете сейчас, взять, попробовать минут, давайте пять я вам дам, там вообще регистрации нет, ну, немножко времени поиграть с этим ресурсом, попробовать разные эффекты, сохранить к себе в папочку, либо просто поиграть, покрутить, посмотреть. Он достаточно простой, там даже каких-то пояснений можно не делать. А я пока посмотрю, что у нас с вопросами. Практически прямо сейчас, да, Геннадий Васильевич, на оценку. Ну, если потом пришлете в группу, то оценку поставим, да, конечно. на поощрение, за бейджики. Вебинаре планет. А, Ирина Владимировна у нас во вкладке вопросов, смотрю сейчас, что у нас там скопилось. Да, вот прямо сейчас, вот по этой ссылке, открывайте, попробуйте поделать вот этих вот винтажных фотографий. Вот это вот в центре с желтыми листочками, такая осенняя, вот как раз это одна из рамок, которую взяла из этого ресурса. Очень так подумала, эх, надо было перед первым сентября его найти, а не после. Так, вопрос. Вебинаре планировалось девять части, что у нас перед нами первой части на двадцать седьмой листочки. Значит, Ирина Владимировна, в вебинаре планировалось две части. Одну часть мы проводим сейчас, да, и вторая часть вебинара по визуализациям, это будет, если я не ошибаюсь, Павел Юрьевич меня поправит, если не так, четвертого декабря. На четвертый декабря мы переставили. Можно ли скачать презентацию? Про презентацию я уже говорила, вы просто посмотрите, до конца вебинара нужна ли. Если нужна, тогда просто, может быть, даже отсюда доступ откроем и в группе в фейсбуке я вам ссылочку в конце еще раз дам, кто не записан, да, кто записан, я туда тоже буду выкладывать. Презентация будет... Да, четвертого декабря. Спасибо, Павел Юрьевич. Ирина Викторовна уже попробовала у нас на собственном изображении из камеры понравилась. Да, круто. Особенно работает отлично. Все, коллеги, берите. Самая простая вещь. Даже школьникам, даже, я не говорю про студентов, даже младшеклассникам, не говоря уже для преподавателей, для меня самое главное это вот, чтобы быстро, легко и просто. когда я открываю редакторы, ух, поделюсь с коллегами, обязательно делитесь, просто мне понравилась простота и легкость. Иногда открываешь, да, реклама идет, хорошая, фоторедактор, возможности моря, но когда я вижу вот это вот обилие инструментов, которые надо освоить, еще плюс англоязычные интерфейсы, это не переведено на русский и туда прилагается еще такой стади-гайд, честно говоря, мне становится плохо, дайте мне что-нибудь, покажите мне, куда откнуть, да, потому что мне презентацию надо сделать к завтра, ну, обычно, а еще лучше к позавчера. Обычная история, да, преподавательская, поэтому я так, честно говоря, вот этот ресурсик попробую именно с целью, быстро, быстро, легко и просто. Презентация будет доступна, про презентацию я уже сказала, в конце, может быть, даже откроем так, Константин Владимирович спрашивает, если API у Канва, можно ли автоматизировать построение картинок, у них, честно говоря, не видела, сомневаюсь, что есть, первый был отменен, нет, один вебинар у нас сейчас, вторая часть будет, позже, дополнительно придет, да, перенесен на 4 декабря, все, здесь мы разобрались в вкладке вопроса, мы разобрались, отлично, но раз понравилось, тогда идем дальше, давайте дальше, давайте дальше, еще одна штука, которую я вам покажу, ведь нет, уже кто-то попробовал, да, классная вещь, еще про фотографии, немножечко, да, вот еще один такой ресурсик, давайте уж сразу вам ссылку дам, фото джет, фотор у меня почему-то, раньше я коллажи пробовала делать с фотором, но у меня почему-то, почему-то оно не пошло, поэтому сейчас ищу, где еще можно делать, работать с коллажами, да, ой, это я вам не то показываю, стоп, ох, так перенервничала, а, пицап показываю, я говорю про фото джет, значит, фото джет, сейчас я запущу рабочий стол, покажу вам его, если с ним работали, то замечательно, если не работали, то покажу, вот еще одна штука, похожая на канву, фото джет, здесь также можно создавать шаблон, есть большое количество шаблонов, также можно создавать коллажи, работать с фотографиями, что у него в отличие от канвы, меньшее количество возможностей, то есть если в канве там и обложки, и журналы, и открытки, и визитки, и чего там только нет, здесь вот этот арсенал, он немножко победнее, есть, ну опять же, большое количество бесплатных, интересных шаблонов, мне показалось вот эти вот интересные, которые позволяют создавать шаблоны, изображения в формате 3D, да, такие объемные изображения, если в канве все плоское, то здесь вот такая вот, вот такую вот штуку можно сделать, просто вставляем свою фотографию, добавить фото, и вот, не знаю, добавляем свои фотографии, да, с ним можно поработать, настроить, да, не понравилось, удалить, переворачивать, и все что угодно, то есть очень, очень быстро можно создать, вот он наш, только что созданный, да, но опять же смотреть по размеру, да, вот, вот, да, нужно, нужно подбирать, да, ну и кота, нашего любимого, ну вот, фактически мы быстро уже сделали, без всяких свойств, просто вставка фотографии, да, у нас уже вот какой-то кубик собрался, сохранение на компьютер есть, формат jpeg.png, прошу прощения, у меня здесь установился этот самый, автоматический переводчик сайта, да, поэтому он png как-то так, немножко вздрагиваю, когда вижу, ну и вот, прямо сейчас, да, вот этот пугаться не надо, то, что он показал вот эту надпись, которая выскочила, это он предлагает поделиться в социальных сетях, расскажите о нас и так далее, да, ну вот мы не стали делиться, мы просто скачали, и он у нас, вот он, наш калашик уже готов, так, сейчас покажем, посмотрим, да, вот, вот он у нас сюда открылся, сохранился, можно, можно будет открыть, посмотреть, оставляет он вот этот вот, знак, да, свой, но можно, можно его, в принципе, здесь вот смотри, можно убирать, что здесь ограничение, ограничение, опять же, условно бесплатная версия, да, то, что я делаю сейчас, это версия абсолютно бесплатная, это не пробная версия, следующего формата, это абсолютно бесплатный вариант, ну вот он позволяет это делать, вот со скачиванием, кстати, в, нет реалии, а просто в бесплатной версии, не всегда получается, кстати, у меня не все коллажи, получается, потом просматривать, он их, вроде показывает, что скачивает, но не открывает, я делаю очень просто, я просто делаю скриншот, да, нужное изображение, ну, можно сохранить и так, смотрите на, вот эти, платные варианты, вот их не трогайте, не берите, да, очень, здесь много, много шаблонов, много элементов, именно платного, такого характера, да, есть больше, более версий, эстериальной версии, и он постоянно предлагает, вот эту бесплатную, пробную версию, она у них, по-моему, идет на 7 дней, если я не ошибаюсь, по-моему, она дается на 7 дней, да, на 7 дней, поэтому здесь, здесь очень, очень с ней, с ней нужно осторожно, да, вот этот, free trial, через 7 дней, ой, он у нас уже, работать не будет, запросит у нас, денежки, поэтому, стоит ли его запускать, и пользоваться, всеми возможностями, ну, смотрите, если вы собираетесь, в дальнейшем, этот редактор использовать, туда, ну, вот набор шаблонов у него вот, вот такой, да, то есть, не очень много, но есть интересные, какие-то, креативные, такие 3D-фишки, которые, можно там, вот комиксы, вариант комиксов, да, можно что-то, можно что-то для себя взять, ну, вот как, такой урезанный вариант, сейчас я его восстанавливаю, русскоязычная версия, нет, платный, условно, да, Евгения Геннадьевна, я говорю, здесь нет абсолютно, практически нет абсолютно бесплатных сервисов, абсолютно бесплатный, вот эта вот штука с винтажными фотографиями, да, с пробудем с фотографиями, которые он показал, она действительно абсолютно бесплатная, ну, максимально простая, все остальные ресурсы, которые скрываются под названием бесплатные, это скорее условно платные ресурсы, да, и только отличаются количеством бесплатных элементов в них, но, что-то мы оттуда можем взять, для записи, новый бинар, так, это вопрос, вот еще интересная штука, по интнет бесплатной, Геннадий Васильевич, да, там бесплатное скачивание, и вот еще один ресурс, я вам сейчас покажу, я вам сейчас покажу вот этот питсап, классная штука, да, тоже условно бесплатный ресурс, но позволяет очень быстро делать, ну, вот, да, вот такие вот фотографии, обрезка кота заняла у меня из другой фотографии, буквально секунды 3-4, да, абсолютно просто, немножко здесь, да, вот, я немножко покосячила, не стала выбирать размер, как бы, вырезание кота, вот это размер кисти, как бы, поменьше, поэтому немножко у него вот здесь тень, и вот здесь вот где лапка осталась, в принципе, вырезается очень просто, проще, чем во всех тех же фотошопах, да, просто берется кисть зеленого цвета, под размер настраивается, и наш котик закрашивается этой зеленой кистью, и все, и потом он переставляется на нужный фон, на нужную фотографию, вот эти очки, это элемент бесплатный, который был уже в этой программе, и вот эта вот мордочка, там есть такая интересная штука, как создание эмодзи, смайликов, то есть свои вот мордочки можно нарисовать, это вот такой конструктор, да, глазки отдельно, носик отдельно, губки отдельно, мордочка отдельно, то есть, ну, тоже можно, вот, нарисуй свое состояние, да, собери свои эмодзи, что это за штука, сейчас даю вам на нее ссылку, вот такой вот прикольный ресурс, в котором действительно можно какие-то приколы, пицца, создавать, да, ну, вот эта вот зеленая морочка, она была отдельно от фотографии, присобачена коту, наблюдает за ним, и вот, пожалуйста, тоже еще одна штука, которая меньше, чем за 10 секунд, была создана, там берется картинка, сюда было добавлено из элементов, ну, наверняка видите, что, да, фраза Бабы-Яги, красная шапочка, и два вот этих вот четверо, клевера, листочка клевера, да, из четырех лепестков, четырех лепестковые, вот, все, больше я просто не стала сюда ничего лишнего добавлять, но это вот буквально там несколько секунд заняло, ну, все, уже готовая картинка, она есть, что это за ресурс, и что он еще может делать, классная штука, сейчас я его вам покажу, вот, также можно редактировать в нем фотографии, когда выбираете, ну, лучше, конечно, залогиниться, чтобы можно было потом сохранять, ну, можно поработать и так без регистрации, вообще, на этих ресурсах лучше всего, регистрироваться с тем, чтобы иметь возможность и скачивать, и сохранять свои работы, они, как правило, ни к чему не обязывают, если, есть у вас какие-то аккаунты в соцсетях, очень часто сейчас через фейсбук можно регистрироваться, поэтому, без вопросов, бета-версию, бета-версию, честно скажу, Нью Питсап не смотрела, ну, как-то не очень люблю бета-версии, да, хотя можно будет потом посмотреть, я в основном использовала классику, классическую вот эту версию, Питсаповскую, сейчас он его пытается загрузить, ну, и вот он вам предлагает, откуда выберите фотографию, что вы будете вставлять, откуда вы будете вставлять, у нас компьютер, любую фотографию загружаем, и все, и дальше пошли с ней работать, ну, вот обычные инструменты для редактирования фото здесь есть, опять же, они простые, да, англоязычный интерфейс, да, это можно отнести к минусам, но, в принципе, в принципе, здесь все и так понятно, обрезка, да, по символам мы уже это знаем, то есть редакторная работа, а чаще всего это приходится делать, поэтому здесь методом даже тыка, но все понятно, все достаточно ясно, значит, из плюсов и минусов, что еще есть, есть различные стикеры, вот тема, да, которые можно использовать для своих фотографий, для работы с своими изображениями, опять же, условно-бесплатная версия, если стоит про, даже не открывайте, это для платного тарифа, ну, если уж совсем понравится, может быть, можно будет, можно будет купить, да, из того, что бесплатно, на чем не стоит значка про, здесь тоже не все так просто, вот смотрите, первый попавшийся, открываю, первая страница, да, щелкаю по изображению, да, он его добавляет, и дальше здесь легко очень с ними работать, их можно двигать, их можно менять, можно менять цвет, прямо здесь, да, вот, сделали фиолетовую шляпу, из зеленой, работа, со слоями, да, то есть можно менять, вперед-назад, мы можем двигать, вот это вот, конечно, удобно, размеры и все прочее, прямо вот здесь в поле мы не работаем, надо поворачивать, разворачивать, все это достаточно просто здесь делается, но есть, да, и еще можно здесь менять, вот, где он у нас, здесь поменяет или нет, здесь он не хочет, а, меняет, да, менять прозрачность, да, то есть много чего с этой фотографией, с этим изображением можно сделать, не понравилось, просто по значку закрыть, мы этот рисунок убираем, да, тоже просто легко двигать, перемещать местами, вот это мне понравилось, минус, что здесь, первая страница бесплатна, то есть все вот эти вот символы, изображения, вот эти стикеры, которые есть здесь, вы можете брать и использовать, да, но со второй страницы начинается вот это, семидневная бесплатная пробная версия нашего редактора, платите 6 долларов ежемесячно, ежегодно, при ежегодной оплате 3 доллара, и так далее, то есть все, вот для нас только первая страница, но и того, что есть на первой странице, это как, в принципе, здесь достаточно элементов, которые можно взять бесплатно, используя на своих изображениях, и получать нормальную работу, да, вот здесь, как делался код в подсолнухах, вот с помощью этого, вот этой вот волшебной кнопочки, то есть сначала вы размещаете сюда фон, на котором вы хотите разместить какое-то изображение, вырезанное из другой фотографии, то есть я сначала поместила сюда подсолнухи, потом я открыла, вот нажала Get Pro, Get Photo, открыла фотографию с котом, и кисточкой просто закрашиваю, вот так вот зеленым кота, он вырезается, и дальше я его просто вставляю на нужный фон, все, тоже просто, легко, вот это мне понравилось, что не надо вот по границе, да, сидеть, вырезать, что-то не получилось, что-то, ну вот, может быть, да, может быть, в качестве этой будет уступать, там, профессиональным редакторам, мне, например, этого бывает достаточно, но для серьезной работы, конечно, может быть, что-то другое, да, и сохранение, сохраняет на компьютер, он сразу говорит, да, если хотите оставить, ну и все, вот в ту же папочку, он у меня сохранился, предлагает, кстати, в конце, предлагает поделиться, да, куда сохранить ссылки, но мне это не нужно, нажимаем просто продолжить, и вот дальше можно создавать коллажи, точно так же, можно работать с фотографиями, мемы, здесь была такая возможность, когда мы смотрели фотографии, создать мем, но опять же только в платной версии, то есть, поэтому она условно бесплатна, ну и вот с коллажами тоже не все так просто, ограниченный набор бесплатных форматов, но выбрать можно, ну вот штука такая, штука такая достаточно интересная, которой можно пользоваться, так, коллеги, кто-нибудь, что-нибудь, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, кто-нибудь, какой-нибудь, ага, спасибо, Василий Васильевич, а то такая тишина в чате, пока я там что-то рассказываю, показываю, меня несколько, честно говоря, озадачило, и я даже немножко спугалась, да, может, я тут рассказываю, а никого уже нет, может быть, может быть, вообще не все уже разошлись, а я тут это, так, сижу, сижу, сижу и, да, разглагольствую, спасибо большое, просто давно списков из чата не слышала, даже немножечко, да, так, насторожилась, очень интересно, спасибо, Калина Александровна, загляделись, а, пробуем параллельно, вот это правильно, Наталья Сергеевна и коллеги, огромная, огромная просьба, да, молодцы, вот пробую параллельно, смотрю, получается, не получается, да, берите, пробуйте, потому что, вот с ресурсами, с сервисами, по-другому нельзя, потому что, вот что-то мы берем, надо попробовать, вроде бы, автор рассказывает, увлеченно, ему понравилось, здорово, а у вас может не пойти, это может не подойти к вашим задачам и целям, а может быть, просто не ваш инструмент, да, вот в тайм-менеджменте мы очень часто говорим, выбирайте свой инструмент и создавайте свою систему тайм-менеджмента, вот здесь тоже самое, да, свои инструменты, я вам показываю то, что пробовали, Lightroom, отлично, ага, Вероника Иршатовна, если ссылочка будет, кидайте, посмотрим, попробуем, до 4 декабря время есть, посмотрю, попробуем, сейчас, Ир, расскажу вам, а может быть, и вы поделитесь в следующий раз, не может быть, применяем из-за зависимости от ситуации, да, да, Ирина Владимировна, ну, вот, вот такой вот питсап мне понравился, честно говоря, там можно крутить, можно из одного элемента, даже несмотря на ограниченность первой страницы, создавать огромное количество, да, различных вариаций, и это действительно здорово, посмотрите, ой, Дина Константиновна, смотрю вместе со студентами, берите, пробуйте, да, в понедельник попробую, пробуйте, присылайте в группу, выкладывайте, агафания, фото, спасибо, Лариса Борисовна, вот, отлично, пошли уже, пошел у нас уже обмен, да, подключайте, Ирина Владимировна, пошел обмен ссылками, коллеги, обязательно, какие-то, может быть, есть у вас любимые инструменты, любимые программы, сервисы, которые хорошо работают, и вам нравятся, обязательно делитесь, присылайте, я вот сегодня ссылку в конце оставлю на нашу группу, это, это важно на самом деле, да, то, что мы находим, и потом стараемся этим обмениваться, что дальше, дальше у нас, ну, вот такой маленький заменитель мемов, долго думала, где же берут и делают вот эти прикольные открытия, вот есть ресурс, был раньше, любила создавать мемы, был такой ресурс рисовач, и еще один мемок, по-моему, вот, так, ссылочку вам кидаю, к сожалению, это рисовач потом исчез с просторов интернета, вот, вот это вот, ну, как такой заменитель, может быть, создание таких прикольных открыток, можно использовать, ссылочку я вам скинула, вот этот знак будет, там присутствовать, там создается очень просто, открываетесь, открываете по ссылке, регистрируетесь, и можно создавать вот свои какие-то открытки, тематические, большой, большой выбор вот этих рисунков, которые можно, да, вставлять по собственному усмотрению, можно брать готовые, просто менять текст, да, можно добавлять свои рисунки, вот из той коллекции, которая есть, но опять же, свои рисунки добавлять туда, по-моему, нельзя, по-моему, там только коллекции можно пользоваться, ну, вот, на тему библиографии, да, вот у меня такая сложилась, оповещалка студентам, да, на любимую тему про библиографию, но вот, логотип, знак, он остается здесь, я знаю, что некоторые коллеги, которые используют, убирают этот знак, да, с помощью того же поэтнета, и используют, вот, например, в лекциях, да, какие-то, какие-то вставочки, они получаются однотипные, рисованные, простые, ну, вот можно, что дает полезного, Геннадий Васильевич? Ну, если вам надо быстро проиллюстрировать какую-то текст, да, текстовый материал, а с картинками беда, либо вам нужно вставить какие-то дополнительные мотиваторы, либо, знаете, как иногда в тексты делают врезки, да, вот врезки можно, в книге добавляют врезки, там какие-то интересности, а кстати, исторический факт и так далее, но это и в онлайн-курсе можно делать, и можно делать текстовом материале той же лекции, да, ну, вот они будут однотипные, оформленные, подобрать соответствующие иллюстрации, все это будет достаточно просто, легко, быстро делается, ну и вот, если из полезности, то вот такая полезность, я ее больше рассматриваю как такую замену, может быть, мема, да, небольшая полезность здесь есть, но так можно подумать, что полезного здесь это может дать вам, да, исходя опять же из своих целей и задач, покажу вам еще один ресурс, пока у нас время еще есть, с которым тоже очень просто и быстро работать, вот он очень здоровый, позволяет создавать вот те самые бейджи, ну, бейджи не те, которые квадратные вешаем на шею, да, или прилепляем на грудь во время тренингов, а бейджи как знаки отличия, поощрения, которые чаще всего используются в онлайн-курсах, да, вот эти вот звездочки, кристальчики и все такое прочее. Сейчас вам тоже ссылочку на этот ресурс сразу дам. Вот. Вот это она. Классная штука, которую я узнала год, по-моему, назад, благодаря коллеге Надежде Ушаковой, она проводила из отдельных своих курсов и вот там поделилась с нами этой ссылочкой. Мне очень понравилось этот ресурс и с тех пор им пользуюсь очень здорово, что он позволяет создавать, вот, пожалуйста, коллекция бейджиков, которую делали для разных курсов свои названия, картинки, рисунки, формы. Да, вот. Вот это все создается очень-очень быстро с помощью этого ресурса. Сейчас я его вам тоже покажу. как оно там делается. Ссылочка есть. Сразу можно перейти туда, попробовать поработать с ним. Сейчас он, надеюсь, откроется. Да, вот. В отличие от множества вот таких вот ресурсов для создания этих знаков, он позволяет создавать вот такие объемные бейджи. Бейджи. Да, форму можно выбирать в самом начале. Это может быть и сердечки. Вот у меня там были и кружочки, но чаще всего вот такие вот. Круглая форма лучше всего подходит. Да, можно выбрать, вот здесь совершенно такая простая штука. Можно сразу посмотреть, как будет выглядеть ваша заготовка. Да, и повыбирать нужную вам форму этого бейджика. Ну, вот. Например, вот такую вот я хочу. Дальше тень. Нужна вам тень, не нужна вам тень. Это можно здесь тоже выбрать. Пускай вот такую. Вот такую вот. Еще добавилось вот этого раньше я не видела год назад. Размер рисунка. То есть можно его увеличить. Пока с ним работаем. Да, и потом можно посмотреть, как он будет смотреться в разных размерах. Можно выбрать размер этого рисунка. Это важно для бейджиков. Сначала, когда мы сделали очень большой бейджик, да, потом его пришлось немножко обрезать и переделывать. Достаточно сложно было с этим. Цвета. Вторая кнопочка. Здесь очень простая настройка. Самое главное, вот эту вот рекламу только не цепляйте. Ну, уж никуда не деться, ресурс бесплатный, поэтому реклама висит. Цвета. Да, цвета можно выбрать. Вот он у нас пускай какой-то такой нежненький, да. И, пожалуйста, прозрачность фона, да, легко регулируется, если вам нужно. Можно, можно. добавление добавление картинки. Из файла добавляете картинку, но опять же, имейте в виду, лучше ее заготовить заранее. И если вы делаете какую-то вырезку из общего плана, да, берете только часть этой картинки и вырезаете, то обязательно берите прозрачный фон, потому что он сюда иначе наложится. Хоть это и хороший такой конструктор для создания бейджиков, но все-таки это не редактор, поэтому картинки, если вы внутрь бейджика хотите, вот как у меня там лев, еще какие-то изображения, там шахматные фигуры, я их сначала вырезала, сохраняла в формате PNG с прозрачным фоном, да, и потом уже только ставила сюда. А так можно добавлять большое количество рисунков сколько угодно. И можно добавить текст. А вот что мне здесь еще нравится, здесь есть возможность превью, да, вот это еще не посмотреть предпросмотр, того текста, который мы набираем в том формате, да, в том, тем шрифтом, который нам необходим. Ну вот, подобрать цвет, подобрать размер, подобрать нужный шрифт. Шрифты живут вот здесь, их достаточно много, но вот недостаток, то, чего мне не хватает после Пейнтнета, посмотреть, как оно выглядит. Здесь как бы есть, конечно, предпросмотр, вот этот превью, но это надо сначала выбрать шрифт, не все еще, кстати, срабатывают, не все подходят, вот видите, пробуем разные шрифты, вот он нам чего выдает, не все здесь могут работать, часть шрифтов не работает, вот это, конечно, минус. Ареал работает, если шрифт не подходит, то он вот этим знакомым вопросом выдается. Шрифтов вроде много, но не все, к сожалению, работающие, вот этот единственный, наверное, недостаток, здесь такой серьезный, что сразу это не видно, и нет возможности посмотреть, как это будет смотреться на тексте, вот как в PaintNet, вот это мне здесь не хватает, честно говоря. Ну, а так, пожалуйста, да, и есть возможность, вот эти три последние функции Flip, Rotate, да, вот, да, кстати, вот можно создавать, что еще хорошо здесь, можно создавать вот эти вот тени, да, выделять строку, выделять буквы, от фона, это тоже достаточно интересная штука, и подбирать цвет вот этой самой тени, да, ну, и опять же, можем подбирать прозрачность, да, менять, и с помощью вот этих последних двух, CircleFont и Rotate, можно располагать текст не просто прямо, да, на нашем знаке, вот мы его можем двигать, поставим его вот так вот, у нас будет поменьше, не, не просто вот, в общем, такой большой тенис, не просто прямо, а разворачивать его по, например, разместить его по кругу, вот с этим приходится повозиться, да, что здесь есть еще хорошего, есть возможность добавлять различные вот эти вот символы, да, обозначения, их размер можно менять, вот он, цепляем за уголок, здесь меняется не везде, справа, внизу, вот есть уголок отмеченный, да, вот за него цепляем, передвигать можно как угодно, вот изменять размер можно только здесь, и еще плюс, здесь работать со слоями, да, то есть мы можем менять, вот у нас сердечко получается за текстом, да, вот это, конечно, удобно, ну и скачивание, нажимаем, все, он готов, он спрашивает куда, есть возможность загрузки в соцсети, пожалуйста, можете поделиться, своим значком, нажимаю по папке, и все, вот он у меня уже, показать в папке, вот он у меня уже сидит, будем считать, что он уже готов, вот все, готовый бейджик, можно брать, размещать, располагать в своем курсе, все, мы его закрываем, сохранять здесь, ну если хотите, можно, но так, чтобы сохранить и потом продолжать с ним работу, ну вот, только вот так, такого, как вот, например, в Изли, там сохраненные работы, я могу вернуться к редактированию, здесь я этого не вижу, после редактирования этого, но сейчас мы можем, мы сохранили этот знак, мы еще с ним можем работать, но потом, когда мы начинаем создавать следующий, этот уже, уже все, штука, но штука достаточно простая, достаточно быстрая, и позволяет такие простые бейджики очень быстро просто создавать, вот эта вот интересная штука, это достаточно такой спаситель, да, был, который позволил нам большое количество бейджиков создать в короткие сроки, причем таких, скажем, авторских, не повторяющихся бейджиков, ни у кого в курсе таких нет, а у нас вот есть свои собственные, нами разработанные, и нам для наших курсов, да, уникальные, ну, какие-то свои, кстати, лучшему следопыту, я еще до сих пор своим студентам вручаю, им очень нравится, да, за лучший поиск информации, за нахождение каких-то опечаток, либо за быстрый поиск качественной информации, им вот этот вот бейджик очень нравится с этой лапкой, ну, так, в письмах рассылаю, в курсе вручаю, да, ну, такая классная, классная штука. Осталось 4 минуты до завершения сегодняшней встречи, ой, уже 3, значит, коллеги, последнюю штуку я вам покажу, только не спрашивать, золотой час, Вероника Иршатовна, да, это для тайм, для курса по тайм-менеджменту, для тех, кто умеет укладываться в сроки, да, там, вводили такая экономия, время, деньги, да, можно экономить деньги, можно экономить время, вот у нас был такой золотой час, которым мы обменивались и знак вручали. Значит, последняя штука, которую я вам сегодня покажу, очень простая, только, пожалуйста, не, а, вот эти вот шрифты, Геннадий Васильевич, кстати, которые на бейджиках, это вот все взято из этого ресурса, для создания бейджика, они все там есть, да, только немножко вот повозиться, настроить, вот видите, где у меня идет, просто простой текст, вот знаток городов и висей, да, первое сердечко, здесь просто было, вот это вот буквально за пару минут было сделано, вот там, где мастер стратегических решений, или золотой час, тоже это вот буквально пара минут, больше, дольше искала подходящую фотографию, да, а вот там, где, там, лучшему следопуту, то чуть подольше, остальное, да, пришлось немножко повозиться. Дальше, вот сейчас я вам покажу еще один ресурс, ну, сейчас мы немножко уже, наверное, так отойдем от утилитарного использования, использования различных ресурсов, остальное я вам покажу, следующий понедельник с этого начнем, покажу еще несколько интересных таких штук, которые быстро помогают создавать нам какие-то элементы. А сейчас я вам покажу одну вещь, которую мы вчера попробовали на практике, не знаю, здесь моя коллега или нет, Наталья, если здесь, то отзовитесь, пожалуйста, в чате, можно не отзываться, ладно, я вам все равно приветствую. Мы попробовали, ага, Наталья Викторовна здесь, отлично. А ты уже сначала сказала, потом сама засомневалась, думаю, засмущает человека. Вот с Натальей Викторовной мы вчера этот ресурс попробовали. Не спрашивайте меня, пожалуйста, о полезности и предназначении для решения каких задач он предназначен. Единственная задача, которую мы вчера с Натальей Викторовной апробировали на себе, это снятие стресса. Очень здорово помогает и помогает создавать, да, такие вот красивые презентации. Сейчас я, вот, 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 вот я вам его напоследок и оставила, вот я его вам сейчас покажу. Презентация, говорю, рисунки, рисование огненной кистью. Классная штука, здорово помогает снять напряжение. Вот что мы вчера с Натальей Викторовной и апробировали, что попробовали на себе. Сейчас я вам дам, ну, и для человека, который не умеет рисовать, как я, например, я абсолютно не умею рисовать. Вот он, сейчас я эту магическую рисовашку, ссылочку вам скину. Ну, простейшая абсолютно штука, вот она наверху. Во-первых, помогает очень здорово, не хуже вязание, успокоить нервы. Во-вторых, создавать вот такие вот красивости для человека, который не умеет рисовать, как я абсолютно. Для меня это даже как-то подняло мотивацию. Так, с утра, в тайм-менеджменте есть, ешь с утра лягушку, да, у нас вот нарисуй пару картинок, и ты поверишь в то, что художник в тебе все-таки еще живет. Как работает эта штука, прямо вот буквально быстренько я вам сейчас покажу. Там есть несколько маленьких нюансов, которые Наталья Викторовна вчера сразу не увидела. Присылает мне, говорит, вот каля-маля, а потом мы нашли, что, оказывается, не каля-маля. Вот, если видите мой экран, он сейчас должен быть такой черный, да, вот, чтобы начать рисунок, достаточно щелкнуть по пробелу. Кстати, есть такая вот фишка, которая здесь, может быть, и не написана. Вы создали какой-то рисунок, его к себе сохранили, хотите начать делать другой, просто щелкните по пробелу, он вам откроет этот холст. И выбираете, вот, вот эта вот симметрия, да, вот эта вот шкала, это симметрия. Сколько кистей у вас будет? Две, три, четыре, да, там, шесть, пять и так далее. От этого будет зависеть, какой рисунок вы создадите. Вот мы берем, например, три, трехкратная вращательная симметрия. Выключаем пока все остальное. Зеркало, спирали к центру, зеркало по центру, мы их пока выключаем. Выбираем цвет нашей кисти. И все, и начинаем рисовать. Вот у нас получается такая штуковина. Меняю цвет, устанавливаю, например, четырехкратную симметрию. Включаю, например, зеркало и спирали. И вот что у меня получается, смотрите. Суперско, да? А вот теперь я вывожу кисть наружу, у меня получается вот такая вот штуковина. Штуковина. Да, вот уже какой-то орнамент. Можно рисовать об балды, можно что-то создавать, можно по ходу. Что здесь еще есть хорошего и не очень? Есть вот это вот слева наверху «Отменить действие». Он отменяет только последнее действие. Только одно можно отменить, поэтому здесь внимательно. Но вот для… И чтобы сохранить, щелкаем просто по изображению фотоаппарата слева. Да, и он говорит, чтобы сохранить, нажмите правой кнопкой мыши на значок и выберите «Сохранить как». Вот этот значок внизу, слева под текстом я выбираю «Сохранить изображение как» и сохраняю его в свою папку. Ну, папку дальше уже можем сами выбирать. И вот у меня эта красота сохранилась. Вот она. Ну, вот мы вчера еще не сохраняли тут кучу всяких вот этих красот. Ну, вот такая вот простая умиротворяющая штука. Затягивающая. Да, есть кнопочка «Поделиться», так что можете поделиться со всем миром своей коллициногеной. Представите ощущения? Вероника Иршатарна. Ну, вот нашли, нашли практическое применение ресурсов. Да, мы-то думали только для снятия стресса, оказывается, не только. Оказывается, есть какое-то утилитарное значение. Спасибо большое, теперь буду тоже знать, для чего это можно использовать. Итак, коллеги, на этом мы, наверное, сегодня закончим. Да, ну, вот развитие какой-то фантазии. Меня, например, это вот с утра очень так мотивирует, что руки-крюки рисовать не умею абсолютно. Точка-точка огуречек – это в лучшем случае. А тут вдруг садишься и… Ах, красота-то какая! Значит, я что-то еще могу. Мотивирует. Итак, коллеги, на этом мы с вами сегодня завершаем запись. Давайте я сейчас попробую. Павел Юрьевич, помогите мне как бы нам… А, вот, все, ставлю галочку для скачивания презентации. Можно скачать отсюда. Запись вебинара у нас будет, Павел Юрьевич, да? Ссылка на запись у нас будет. Евгения Геннадьевна, придет ли напоминание на второй вебинар? Павел Юрьевич, на второй вебинар 4 декабря получат ли у нас наши участники напоминание? Подскажите нам, пожалуйста. Наверное, да, должны. Татьяна Васильевна, спасибо. Спасибо вам, спасибо. Коллеги, за сегодняшнее участие. Ага, да, Евгения Геннадьевна, был вопрос. Придет ли напоминание на второй вебинар? Павел Юрьевич подсказывает, да. Так что все нормально, коллеги, никого не забудем. Приходите еще. Расскажу вам, да, продолжение. Расскажу, что еще можно сделать из фотографий при минимальной обработке, как можно из этого сделать ролик. И расскажу еще про обложки. Тоже очень интересный ресурс. Я вам покажу одну фишку. Да, вот с нее, наверное, в следующий раз и начну. Классная штука. Спасибо. Так, раз как, Геннадий Васильевич у нас спрашивает, просто здорово, где вы всему этому научились. Ну, Геннадий Васильевич, во-первых, проходил курсы, онлайн-курсы на портале Директ Академии, это года 2-3, наверное, назад. Очень много ему подчеркнула и от своих коллег, и от нашего преподавателя. Вел у нас курсы, Вера Николаевича Ивановича. Он очень много нам, конечно, рассказал, показал. Плюс обмен, увлеченный человек, и различные инструменты визуализации, различные ресурсы, сервисы, очень многое подчеркнуло именно там. Ну и плюс еще собственные разыскания и метод проб и ошибок. Ну и опять же, это, конечно же, обмен между коллегами. Почему я призываю всех... Ой, да, чуть не забыла самое главное. Спасибо, что напомнили, уважаемый коллега, ссылку на группу, у кого есть аккаунт Felcom, у кого нет, можно завести аккаунт. Это группа в Фейсбуке. Еще раз сейчас повторю, она у нас немножко поднялась наверх. Это ссылка в Фейсбуке на нашу группу, где можно будет и обмениваться впечатлениями. И там же мы по публикациям. И размещается информация по вебинарам, связанным с библиографией. И какие-то полезности я туда тоже сейчас буду добавлять. И плюс вот по визуализации там можно будет обмениваться. Вот. Так что большое спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Павел Юрьевич, за сегодняшнюю поддержку нашего мероприятия. Благодарю всех, кто тоже до окончания нашего сегодняшнего вебинара. И какое-то время я здесь, наверное, еще немножко побуду. Но вещания, наверное, остановлю. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, размещайте во вкладку «Вопросы». Потому что народу сейчас становится все больше. И чат пролистывается еще быстрее, чем слайды презентации иногда. Еще раз всем спасибо. Хорошей пятницы, хороших выходных. И надеюсь, что следующая встреча будет не менее интересна. С радостью дожили до конца мероприятия, Евгения Геннадьевна. Я рада, что вы с радостью дожили. Спасибо всем, кто дожил. Спасибо. Буду стараться не болеть. И всем хорошего настроения, хорошей пятницы и хороших выходных. Особенно тем, кто работает со студентами в субботу и воскресенье. Все. Всем счастливо. Если будут какие-то вопросы, опять же, в группе в Фейсбуке можно будет писать. Мы там с вами можем что-то обсудить. Все. Всем удачи. Коллеги, всем спасибо. Так, Светлана Григорьевна отвечает. Презентация расшарена в ресурсах, в окне ресурса. Вы ее можете скачать. Я уже, честно говоря, так много раз объяснял, как это можно сделать, что у меня уже язык не поворачивается. Еще раз это объяснять. Окошко ресурсы. Справа от презентации. Если его нет, ищите сверху кнопку в виде открывающейся папки и там нажимайте на нее, и окошко появится. Вот. Ну что ж, всех благодарю. Хороших вам выходных. Сегодня у нас было больше 200 человек на вебинаре. Впервые, наверное, так. Возможно, в будущем это будет повторяться. Это здорово, что вас становится больше. Ну и приходите. Следующая неделя на Директ Академии будет тоже очень интересно. Будет 5 вебинаров. Каждый день будет вебинар. Будет второй вебинар с Тепика. Будет мой вебинар по видеосервисам. И будет вебинар... Это я выборочно называю. И будет вебинар Сергея Гевлича по объясняшкам. Я думаю, это будет очень интересный вебинар. И на него обязательно надо будет прийти. Ну что ж, коллеги, всего вам хорошего. До новых встреч на новой неделе. Субтитры сделал DimaTorzok